Национальная одежда Национальная одежда занимается немало предпринимателей О том, как сегодня построить бизнес в этой сфере, поговорим с гостем нашей программы Здравствуйте, в эфире телеканала Архуис 24 «Свое дело» Гость сегодняшней программы – предприниматель Замира Чумаева Здравствуйте, Замира Здравствуйте, Мадим Очень рада видеть вас сегодня у нас в гостях Прежде чем мы начнем говорить о том, чем вы занимаетесь, давайте поговорим немного о вас Расскажите нашим телезрителям, как так получилось, что вы решили открыть собственное дело И до этого чем занимались? Ну, к собственному делу я пришла весьма неожиданно Как и любая девочка, я любила шить платьюшки, играться в куклы Но я тогда даже предполагать не могла, что на сегодняшний день мое хобби выльется в нечто большее В 2015 году мне моя очень хорошая знакомая посоветовала поучаствовать в выставке Сроки были весьма краткие, за две недели я должна была пошить коллекцию А коллекция шла минимум от пяти платьев И я выбрала весьма такой сложный сегмент Национальные платья, полностью вышитые вручную Вышивала я и днем, и ночью Помогали мне все родные, друзья, знакомые Но в итоге мы успели к сроку И я представила на этой выставке коллекцию с пяти платьев Я не ожидала, что эти платья понравятся народу И буквально за какое-то время размели все платья И в основном эти платья покупали невестой Или на какие-нибудь вечеринки, на свадьбы и так далее Дальше я уже задумалась, что эти платья человек может себе позволить на торжество Но каждый день он не сможет это одевать И я решила выпустить капсульную коллекцию Которую девушка может одеть, допустим, на прогулку Или в университет Повседневная одежда И начала все больше и больше заниматься этой коллекцией Начали разрабатывать орнаменты Каждый орнамент мы разрабатывали с дизайнерами, с конструкторами И в каждый орнамент я вложила частичку души То есть так начинался ваш путь Предложили и постепенно пришли к тому, что нравится, хочу этим заниматься Весьма неожиданно На сегодняшний день что из себя представляет ваше дело? Что конкретно вы производите? Из чего? Из каких материалов? Вот более подробно расскажите Ну на сегодняшний день я уже постаралась расширить ассортимент С первого дня, как я начала заниматься платьями, вышивкой, расшивкой Также я забыла вам рассказать о том, что я инкрустировала свадебные платки Кристаллами Сваровские, дорогими, да, более дорогими какими-либо кристаллами Также я продавала национальную атрибутику Продавала исключительно антиквариат То есть одно изделие у меня было 17-18 века И каждому изделию по 200-300 лет было А где раздобыли эти изделия и как вы с ними работали? Вы их как-то приводили в порядок или просто уже готовы? Нет, вот знаете, клиенты, они весьма разные Одним клиентам подавай отреставрированный вариант, а другим нет То есть даже если где-то поломан краешек пояса или нагрудника, им это нравилось То есть они не хотели, чтобы я реставрировала И они покупали в первостанном виде, вот как было 200 лет назад А где добывали вот эти вот предметы? Ну, в общем, мне поначалу помогал мой дядя Он занимался этим Люди сами уже начали узнавать, обращаться И сами предлагали свои изделия А также у моей бабушки были изделия Я, конечно, не продавала Но все началось с того, что я сделала фотографию пояса бабушки Выложила И вот люди нашли отклик в этом И начали звонить, писать Что касательно орнаментов и платьев Материалы, которые вы используете при изготовлении Первое платье мое, я даже скажу нескромно, я в нем выходила замуж Это было платье из бабушкиного сундука То есть красный панбархат, да Которому было около 50 лет, то и больше Я привела в порядок, отреставрировала, пошила То есть совместила, смиксовала старинный стиль и более современный стиль Ага А вот вышивки, орнамент, это вы по какому-то образцу делаете? Или вот сами по мановению дыши, скажем так? Нет, делаю по образцу, почему, объясню Потому что каждый орнамент, он символизирует что-то То есть прежде чем вышивать орнамент, я досконально изучала В основном это какие-либо растения, то есть цветы, они символизируют красивые цветы И в соответствии с этим мы уже расшиваем и вышиваем тот или иной орнамент Или наносим печать На сегодняшний день я уже модернизировала этот процесс И мы начали вышивать, то есть полностью, абсолютно все вышивается вручную Вы сказали мы, значит вы работаете с кем-то Расскажите, как это получилось, расширяли, наверное, производство, людей подобрали Кто эти люди, чем они занимаются? Да, у меня вот есть такая небольшая команда Две швеи, значит одна шьет, а другая вышивает И я очень довольна, очень рада своей командой Мы как дополняем друг друга втроем Да, с Всевышним мы будем развиваться И уже в скором времени откроем производство побольше Что касательно клиентов, которые к вам обращаются Как вы их вначале искали? Давали ли рекламу, как-то о себе заявляли? Или вот это вот по принципу сарафанного радио и сейчас как вы привлекаете? Нет, безусловно реклама была Старый добрый инстаграм сделал свое дело И очень-очень помог мне развиться инстаграм Также сарафанное радио Первое время, конечно, покупали знакомые, друзья Как часто бывает, да Да, да, маленькое производство, никто не знает Вот, а потом мне пришла мысль Почему бы не дать рекламу там в инстаграм Или же не дать рекламу в журналы Писали в газетах Ну, газеты у нас были городские Масштаб был, да, не такой большой Но все же Вот в интернет-ресурсах писали И вот так вот Так начали развиваться В основном это был инстаграм А на данный момент, когда человек к вам обращается Как происходит вот этот процесс, заказ Допустим, он приходит с готовым каким-то вот видением Что я хочу Или вы предлагаете ему? Очень разные клиенты Бывают, бывают девочки, которые вот хотят раз и все, точка Я им советую, что это свое Нет, они уже пришли с готовым каким-то образом И они не хотят менять его В этом случае я не спорю Так как хозяин-барин А бывают клиенты, которые Наоборот, пришли, хочу что-то, да Хочу, но я не знаю, чего хочу Я вот доверяю вам Это бывает весьма сложный процесс Но, в принципе, плохих отзывов пока не было А участвовали ли в каких-то выставках В показах, в показах, вот этот порядок Да, доводилось мне участвовать Это было несколько выставок Были показы Были даже выставки за рубежом Но, к сожалению, по семейным обстоятельствам Я не смогла поехать А так ежегодно в разных городах Германии Проводят выставки Именно карачаево-балкарский народ Именно те люди, которые проживают в Европе А вы все-таки работаете с людьми Соответственно, заказы принимаете, как вы сказали, круглосуточно Какой самый необычный заказ вы получали? Самый необычный заказ Была такая интересная ситуация У меня вообще всегда бывает так Мысль материализуется Стоит только подумать Буквально через несколько дней, недель С помощью Всевышнего У меня вот каким-то образом Каким-то волшебным образом Это достигается Значит, я сижу Грежу Вспоминаю о своей поездке в Амстердам Мне очень понравился этот город Франция, Амстердам И буквально через два дня Мне пишет знакомый из Амстердама Он пишет с такой просьбой Что хочет оформить заказ для своей сестры А у него сестра была немка Значит, она увидела, да, мою продукцию В сети Инстаграм И, возможно, я представляла ее В Амстердаме, во Франции Возможно, она на мне увидела Эту продукцию Очень захотела оформить заказ Вот я оформила заказ Мне было очень приятно Что вот даже из Германии Девушка вот заказала нашу футболку Нашу блузку фирменную А как шьете, когда человек Как бы, скажем так, далеко? Ну, у нас есть определенный стандарт То есть человек, он снимает мерки И по этим стандартам мы шьем То есть все так Еще в конце прошлого года Вы стали человеком года по версии Журнала Черкесск В номинации стиля мода Для вас, насколько это было приятно? Было приятно Было весьма неожиданно, честно Неожиданно было Значит, дело было так Первым делом, как мы проснемся Рука тянется к телефону, правильно? Открываю я Инстаграм И там куча оповещений О том, что вот Проходит народное голосование В сети Инстаграм И выбирают 12 номинаций И среди этих номинаций Есть номинация стиля мода И, значит, начали голосовать За нашу страницу Было весьма неожиданно Было приятно Я хочу поблагодарить всех Кто голосовал за нашу страницу Вы оценивали в первую очередь Наш труд Огромное вам спасибо Материалы, из которых вы изготавливаете платья И вот вышиваете, инкрустируете Где приобретаете? Как вот этому вопросу уделяете внимание? Мы можем из-за границы заказать То есть приходится ждать некоторое время Тут я объясняю клиенту, что так-то, так-то Если подождете, то мы вам сошьем Ваше неповторимое платье мечты Бывает, мы покупаем Прям у нас, здесь Бывают весьма разные способы приобретения Поставки Сами контролируете эти моменты? Да, сейчас очень сложно Но я стараюсь каждый, каждый просто процесс Контролировать от и до сама А бывает, что клиент приходит со своим материалом? Говорит, вот из-за этого хочу Бывает, бывает Так как клиент всегда прав Мы всегда, всегда стараемся идти навстречу клиенту И всегда мы обговариваем те или иные моменты И приходим к общему знаменателю Скажите, пожалуйста, с трудностями какими-то сталкивались? А в начале, может быть, сейчас? Что самое сложное? Все-таки взаимодействие с клиентом Общение Общение, да Поначалу я так импульсивная девчонка была Не понимала вообще, что я делаю Как это так? Мое дело может кому-то не нравится Да, были несколько клиентов С которыми у нас были маленькие разногласия Но все-таки мы приходили К общему, да? Да, к общему И все-таки мы уже понимали друг друга То клиент где-то на уступке шел То где я на уступке шла И сейчас я вспоминаю эти все моменты с улыбкой И к великому моему счастью Таких моментов на данный момент, можно сказать, уже нет Каким вы видите дальнейшее развитие? Чего бы хотели в идеале? Вот все-таки дело В идеале Я бы все-таки хотела открыть прям сеть Сеть моих, да, магазинов И мой девиз, наши традиции, это наше богатство Я хочу, чтобы то, чем я занимаюсь Популяризировалось не только по Карачаево-Черкесии Но и по всему Кавказу в целом И чтобы мы не забывали наши истоки И хоть в какой-то мере, хоть в какой-то крупице Мы все-таки пытались возродить наш великий, могучий народ На данный момент ваша продукция, она представлена в каких-то отдельных магазинах Или только напрямую заказывают? Сейчас есть интернет-магазин А также у нас в Карачаевске представлена продукция в двух магазинах То есть у нас один магазин там размеры size plus, большие размеры А один магазин он молодежный Чтобы человек мог прийти, померить, оформить заказ А также мы планируем уже расширяться в другие города Сеть, да? Да, ну вот Представителей Да, мало-помалу пытаемся А вот увеличение объема производства как-то сказывается на самом процессе? Все равно времени-то, наверное, не так хватает? Да, времени не хватает Я буквально жаловалась недавно, что телефон 24 на 7 у меня в руках Я его не выпускаю Приходится напрямую общаться с людьми Потому что клиенты, они любят мобильность Они любят, когда ты быстро отвечаешь Когда ты быстро принимаешь заказы И также быстро Выполняешь, да, его? Да, да Очень многие клиенты жалуются, что даже на ответ уходят недели А мы стараемся это по максимуму ускорить Ну и самый главный, традиционный вопрос нашей передачи Какой бы совет вы сегодня дали тем людям, которые хотят развивать собственное дело? Прежде всего я бы посоветовала выйти из зоны комфорта Вот нам удобно, мы сидим Вроде бы все хорошо, но не идет так, как ты хочешь Прежде всего выйти из зоны комфорта Ничего не бояться Даже если ты ошибешься Даже если ты совершишь ошибку Все можно исправить Ничего неисправного нет И из любой ситуации Да, можно выйти Что ж, Замира, спасибо большое за то, что вы пришли к нам в гости Я желаю процветания вам и вашему начинанию Спасибо Я напоминаю нашим телезрителям, что гостем сегодняшней программы Была предприниматель Замира Чамаева Том Паркер, продюсер Элвиса Пресли для максимизации доходов певца Применил много нестандартных методов Например, он выпустил значки с надписью «Я ненавижу Элвиса», чтобы извлечь деньги из тех, кто никогда бы не купил его пластинки Книга рекордов Гиннесса является успешным рекламным трюком управляющего пивоваренной компанией Гиннесс Хью Бивера Первая тушь для подкрашивания ресниц была создана в 1913 году химиком Терри Уильямсоном Он создал эту тушь по просьбе своей сестры Мобель И именно от ее имени компания Maybelline получила свое название Изготовление национальной атрибутики как бизнес Поговорим об этом с экспертом сегодняшней программы Ибрагилом Татаркуловым Здравствуйте, Ибрагим Здравствуйте, Мадина Итак, национальная атрибутика. Почему сегодня это востребовано? Что это такое? И как на этом заработать? Первое. Хотелось бы начать с того, что производство национальной атрибутики Относится к категории индивидуального пошива Индивидуальный пошив на сегодняшний день набирает популярность Ввиду нескольких факторов Первое. Это каждому человеку хочется и в одежде В том числе проявлять определенную уникальность Хочется быть необычным Выделиться из толпы Да, выделиться из толпы И как раз таки одежда Пошитая По индивидуальному заказу Является одним из составляющих С помощью которого можно данную идею Воплотить в жизнь Также Причиной того, почему на сегодняшний день Пошивы одежды Пользуются популярностью Заключается в том, что Не всем подходит одежда Сделанная по стандартам, размерам Из тех или иных магазинов В том числе и в городе Черкесске И в других городах Северокавказского федерального округа Да и в целом всей России То брюки не подойдут То пиджак не подойдет То есть человек не стандартный может быть Да, потому что конституция тела человека Она не у всех подходит Далеко не у всех У 90% не подходит Под общепринятые стандарты А для того, чтобы одежда Сидела хорошо Иногда приходится прибегать К услугам как раз портных Которые уже в свою очередь Индивидуально под вас Подошьют пиджак Брюки Или что-нибудь другое Пошив одежды Можно отнести, разбить В общем и целом на три группы Первое, это пошив специализированной одежды Это пошив форм Государственных учреждений Негосударственных учреждений Данное направление На сегодняшний день Востребовано И данный объем рынка В этом направлении Объем рынка в этом направлении Больше, чем во всех других Почему? Потому что наиболее крупный заказчик В данной категории Специализированная одежда Это государственные закупки По этой причине Данный путь С точки зрения объемов С точки зрения масштабности рынка На сегодняшний день Обладает наибольшим потенциалом Затем после этого Мы переходим К пошиву верхней одежды Пошив верхней одежды Имеет как свои плюсы Так и свои минусы Основным плюсом Следует Отметить Выделить Средний чек Средний чек В общем и целом Превышает В среднем 8 тысяч рублей По этой причине Минимальное количество клиентов Будут выводить вас На необходимый уровень Рентабельности Который будет обеспечивать Как минимум Самоокупаемость А в дальнейшем Будет выводить на прибыль Но единственным Не единственным А большим минусом Основным Который является Характерным Для данной категории Является то Что Пошив верхней одежды Требует Дорогостоящего оборудования Так как идет работа Со сложными материалами Это кожа Это мех И так далее Третья категория Это пошив Легкая одежда Легкая одежда Это как раз Пиджаки Брюки Платья Футболки Данное направление Категория У нее есть Ряд преимуществ Так и ряд недостатков Преимущество в том Что товар Относится к категории Массового Поэтому объем рынка Также обладает Достаточным уровнем Но при этом Основным Еще плюсом Является Дешевизна Скажем так Оборудования Если мы говорим О национальной Атрибутике Она в основном Относится К третьей категории Которую Мы с вами Только что говорили Пошив Легкая одежда За последние 3-5 лет Ведется Популяризация Среди населения Данное Традиционных Каких направлений Традиционных Направлений Карачаево-Черкесия В этом плане Не является Исключением Потому что У народов Карачаево-Черкесской Республики Очень богатая История Богатая культура Которая Как раз таки Предполагает Успешную Реализацию Подобного рода Бизнес-проектах На территории Нашего субъекта Плюс Помимо этого Следует Обратить внимание На тот факт Что все большее И большее Количество людей Хотят Помимо Своих классических Костюмов Еще иметь Национальный костюм Как костюм Выходного дня Для того Чтобы Скажем так Опять таки Выделиться И подсеркнуться Для души Опять таки К вопросу Выделиться Подчеркнуть Оказать содействие В популяризации И развитии культуры В сохранении культуры Здесь и тенденции Модные Играют Сейчас Это достаточно Востребовано Действительно Даже на мировых Подиумах Обращаются К таким Национальным Темам Согласен На общероссийском И на общем Мировом уровне На сегодняшний день Данный тренд Относится К категории Наверное Одного из Быстро развивающихся Если мы говорим Об организационных Вопросах Которые Необходимо Решить Для того Чтобы реализовывать Предпринимательскую Деятельность В этом направлении Первое Необходимо Определиться С организационно-правовой Формой Будете ли вы Работать Как ИП Или будете ли вы Работать Как ООО И у той И у другой Организационно-правовой Формы Есть как Свои преимущества Так и недостатки Рекомендую С ними Ознакомиться В сети интернет Затем После этого Необходимо Определиться С персоналом И с помещением Если мы говорим О персонале Данный пункт Является Крайне важным Как и в любом Другом бизнес-проекте В котором Участвуют Люди В котором Уровень автоматизации Не самый высокий А сведен к минимуму В данном случае Это важно По той причине Что данные товары Которые вы будете Производить Относятся к категории Handmade То есть Ручной работы Ручного изготовления Уникальные Если тот человек Который у вас Будет работать Которого вы планируете Нанять Не обладает Соответствующим уровнем Профессионализма И навыков То Не стоит Заниматься Этим бизнесом Рисковать Рисковать Почему Потому что Тот ущерб Который вы наносите Ткани Тот ущерб Который вы наносите Например Той одежде Которую вам отдали На переделку Несете вы Как юридическое лицо Которое является Инициатором Данного бизнес-проекта В общем Если руки Крюки Отвечать вам За это Отвечать вам Плюс еще Помимо этого Следует Отметить Обязательно Тот факт Что с точки зрения Маркетинга Вы потеряете Всех Наверное Клиентов За очень короткий Промежуток времени Быстро распространяется Потому что Это Бизнес Который развивается В основном Благодаря качественному Маркетингу В том числе Сарафанному радио Отзывам К ваших клиентов Помещение Для того Чтобы реализовать Помещение С четырьмя зонами Это зона Приема заказов Зона Скажем так Цех В котором вы Непосредственно Ведете работу По пошиву одежды Демонстрационная зона И зона Пребывания персонала Минимум Квадратура Должна быть От 80 Квадратных метров Для того Чтобы вы смогли Хорошо разместиться Для того Чтобы вы смогли И в дальнейшем При условии Необходимости А данная Необходимость Возникнет Если ваш бизнес Проект Будет реализовываться Эффективно С точки зрения Расширения Насколько сегодня Это востребовано И все-таки Рынок Оценка рынка И особенно В нашем субъекте Рынок Как и говорил Ранее Является Специфичным Но при этом Обладающим Большим потенциалом Производителям Одежды Данной категории Их еще Преимущество Основное Заключается В том Что их география Не ограничивается Карачаева-Черкесии Их география Не ограничивается Даже Россией Потому что Если вы Производите Действительно Качественный продукт Выстраиваете И реализуете Эффективно Вашу информационно-рекламную Кампанию То потребители Будут у вас В части вашей продукции Не только в Карачаево-Черкесии Да и не только в России Но и за рубежом Это направление Будет пользоваться Популярностью Это обусловлено Еще и тем Что Достаточно много Диаспор Из Карачаева-Черкесии Из Северказского Федерального округа Находятся По всему миру Поэтому Реализация Данного проекта Она ни в коем случае Не ограничивается Территориально Даже Не всей России Что ж, Ибрагим Спасибо большое За вашу экспертную оценку Спасибо вам Я напоминаю Нашим телезрителям Что экспертам Сегодняшнего выпуска Был Ибрагим Татаркулов Если вы хотите Побывать в гостях Нашей передачи Или выступить В роли эксперта Звоните по указанному Номеру телефона И отправляйте Свои электронные заявки Один известный бизнесмен Как-то сказал В этом мире Есть только один человек Который может заставить вас Добиться выдающихся успехов И этот человек Вы С вами была программа Своё дело До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова